Всем привет! Меня зовут Тимофей и это рубрика «Личный опыт». Хочу с вами поделиться, как я решил обновить свой парк оптики, рассказать свои мысли по поводу некоторых объективов и вообще некоторые истории о том, как я менял старую технику, старые объективы на новые. Конкретно же в этом видео я расскажу, как я приобрел объектив Sigma 30 мм с диафрагмой 1.4. В моей сумке самый светосильный объектив был это Canon 85 мм с диафрагмой 1.8. Отличный объектив, я им полностью доволен, все круто, очень резкий даже на диафрагме 1.8. Но я хотел что-то более с широким углом и поэтому я решил приобрести более светосильный и более широкий объектив. У моего друга есть объективы Sigma 35 мм и Sigma 20 мм с диафрагмой 1.4. И тут я в магазине увидел объектив Sigma 30 мм тоже с диафрагмой 1.4. Он был поддержанный и за счет этого цена на него была в два раза меньше, чем на новые объективы. И также по сравнению с 35 мм версией он был намного меньше и легче, что тоже играет свою роль. Объектив мне всем понравился и я решил его приобрести. Но еще в магазине я заметил, что на диафрагме 1.4 он немножко мылит. Но тогда я списал это на то, что так как грипп очень маленький, поэтому с резкостью возникли такие проблемы. И я его приобрел. При покупке техники есть такой пункт, что за неделю пользования вы можете эту технику сдать назад. Без объяснения причины, без всякого брака, просто по причине того, что она вам не подошла, вы можете приехать в магазин и сдать ее назад. Так что у меня была ровно неделя на тесты этого объектива. Я сразу же поехал с ним работать и всю неделю я проводил съемки как фото, так и видео. Но проблема эта никуда не уходила и я стал замечать, действительно я тестил его и на работе, и дома. И дело было не в том, что я не мог поймать резкость на 1.4, А действительно, что на 1.4, даже когда и камера и объект полностью статичные, на 1.4 картинка прям становилась мыльной. И понять где вообще резкость там было невозможно. Хотя когда прикрываешь диафрагму на 2.8, все становилось нормально. Но зачем объектив с диафрагмой 1.4, если я буду фотографировать на диафрагму 2.8? И мною было принято решение этот объектив вернуть. В последний день гарантии я поехал в магазин и сдал его. Ну и я как бы очень расстроился, потому что возлагал большие надежды на этот объектив. Так как я думал, что он станет для меня прям хорошим универсалом, который вообще я буду брать на любые съемки. Просто взял, поснимал, потому что объектив реально очень хороший по всем параметрам. Это компактность, это вес, это открытая диафрагма. Но резкость подкачала. Но мне что-то нужно было взамен этого объектива. То есть я не хотел просто забирать деньги. И поэтому я решил приобрести вот такой компактный объектив. Canon 24 мм с диафрагмой 2.8. Это очень маленький объектив. Он бесшумный. У него светосильная диафрагма. В нем нет там стабилизатора. Кстати, в том тоже не было стабилизатора. Но и без стабилизатора я этим объективом полностью доволен. Посмотрите, какой он компактный. И он очень резкий. Да, это диафрагма не 1.4, это 2.8. Но зато я им полностью доволен. И это стал реально универсальный объектив. Вывод из этого видео. Всегда проверяйте технику перед покупкой. Очень тщательно читайте про нее в интернете. Потому что почитав в интернете, пообщавшись, я узнал, что у Sigma есть такая небольшая проблема. Их объективы иногда почему-то бывают мылки с завода. А некоторые прям очень резкие. И поэтому нужно проверять при покупке объектив. И прям не думать, что это ваш косяк. Прям тестить, фотографировать в магазине полки продавцов. Стенд какой-нибудь для фокусировки. И уже смотреть на картинку. И не думать, что вы там все кадры накосячили. Прям тщательно проверяйте все снимки. И объектив, даже если вы берете его новый. Здесь нет какой-то вины продавцов. Просто вот так иногда с техникой бывает. Техника тоже бывает не идеальна. Ну что ж, вот такое получилось видео. Объектив Canon 24 мм с диафрагмой 2.8. Я очень рекомендую. Очень хороший объектив. Маленький, компактный, легкий, бесшумный. Очень классный. Прямо универсальный объектив. Для практически для любой съемки. Поэтому рекомендую. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Меня зовут Тимофей Якудзуев. Всем пока. Друзья, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я немножко экспериментирую с фоном. Поэтому, если вам не сложно, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам вообще обстановка. Какая лучше была на предыдущем видео или на этом. И я теперь понимаю, почему блогеры стараются делать свои студии. Чтобы поменьше париться с локацией. Выставлять сразу свет. И потом просто включать камеру, включать свет и начинать съемки. Поэтому сейчас небольшие эксперименты. Надеюсь, к чему-нибудь универсальному и классному приду. Всем пока.